Здравствуйте, меня зовут Артур. В этом видео я покажу вам команду проекта Qrex. Начнем с лидеров команды. Матис Йохан, основатель и генеральный директор. Работает в сфере финансов уже 20 лет, в том числе инвестиционно-банковские услуги, брокерские услуги и развитие бизнеса. По его мнению есть команда трейдеров и консультата с большим опытом работы на валютном рынке, разработкой торговых стратегий, алгоритмов и торговых роботов. За последние годы команда активно торгует на криптовалютном рынке. Слава Байкалов, главный операционный директор и сучредитель. Слава в течение 10 лет специализируется на корпоративных финансах, инвестиционном банковском деле, анализе инвестиций, слияниях и поглощениях сбора средств. Несколько лет назад он стал криптоэнтузиастом и криптотрейдером. Константин Свериденко, начальник отдела развития бизнеса, председатель контрольного совета Кюрекс. Константин и его команда зарекомендовали себя в развитии торговых и клиринговых систем и создании финансовых инструментов на фондовых и деривативных биржах по всей Восточной Европе. Андрей Ситаев, технический директор. Команда Андрея состоит из 17 разработчиков интерфейса и бэкэнд с замечательным фоном разработки программного обеспечения. Андрей и его команда сосредоточены на платформе .net и успешно реализирует алгоритмы маржинальной торговли с 2008 года. Андрей возглавил разработку аналитической, а также торговой платформы Forex Trade Sharp. Александр Бобрышев, менеджер по продукции. Имеет опыт проектирования и разработки высоконагружаемых систем, встраиваемых и серверных решений, антивирусного программного обеспечения, системы информационной безопасности. Также участвовал в разработке более 50 проектов, в том числе транспортная система платежных услуг AskPay, антивирусное программное обеспечение, Касперский Security Scanner, Касперский Антивирус, Касперский Internet Security, Касперский Update Utility, компоненты системы транспортного мониторинга T1 Suite, биометрические системы идентификации Hitachi H1, служба экономических новостей Prime и другие. Владимир Цирков, менеджер IT-проектов. В течение более 15 лет Владимир работает в разных отраслях информационных технологий, включая разработки и управление программного обеспечения, разработку высоконагружаемых продуктов, выпуск и поддержку Telcos и MNO, IBM, HP, AT&T, Swisscom, Vodafone, Telefonica, Orange SVR, China Mobile, Arishant, Hitachi, Fujitsu, NEC, SYNCTEL, XIETA и другие. Тем временем он успел перебести два IT-патента в технологиях оптимизации сети и бизнеса. Зрелый опыт в разработке и исполнении процессов разработки позволяет организовать устойчивое движение продукта. Иван Сериков, архитектор архива. У Ивана более 10 лет опыт работы как архитектор решений и руководитель группы по внедрению CRM-систем в крупных компаниях разных отраслей, от финансовых учреждений до компаний-самолетов. Он фокусируется на автоматизации бизнес-процессов на основе стэка продуктов Oracle, CBL CRM, BI. Иван также поучаствовал в проектах Big Data для крупной авиакомпании. Евгений Широконосов, ведущий разработчик. 8 лет опыта в области технического развития. Имеет опыт разработки антивирусного программного обеспечения, медицинских тренажеров, высоконагружаемых систем. Ранее с лаборатории Касперского, Neurox, T1 и Eidos. Его опыт включает в себя C++, .NET, а также Java. Исмет Хаяли, ведущий разработчик. 8 лет опыта в области технического развития. Он работал инженером в лаборатории Касперского, T1 Grow. Он обладает глубокими знаниями и опытом в области технического развития развлечений. И в опыт включает полный пакет технологий Microsoft. Александр Дубина, команда разработчиков R&D. Ведущий инженер, имеющий более чем 10-летний опыт работы в области IT. Имеет более 30 успешных проектов. Опыт работы в крупнейших международных и государственных компаниях, таких как Ascensure, MotorSitch, Pacific Northwest Software и другие. Собрал опыт в области системной архитектуры, аналитики и оптимизации изобретений. Максим Родионов, ведущий разработчик. Веб-программист с большим опытом разработки различных систем. Мне удалось работать в крупных российских холдингах, таких как Mail.ru, Rambler и C.O. и в других менее известных холдингах. Также у больших СМИ, RBTH и RG. Максим в основном занимается разработкой высоконагружаемых проектов и микросервисов. В своей работе он использует Golang, Node.js и все возможные экосистемы JavaScript. Карина Габрилиан, начальник отдела продаж. Карина Габрилиан работает в финансовом секторе с 2005 года и начала свою карьеру на фондовой бирже PDC, где она отвечала за развитие рынка деривативов. В 2012 году она переехала из биржи, которая в то время после слияния стала Московской биржей, одному из ведущих российских брокеров, где она отвечала за развитие брокерского бизнеса, а также за сотрудничество с биржами, которым был привязан брокер. Маркел имеет степень магистра права и имеет более чем 9-летний опыт работы в области права и корпоративного управления и развития. С декабря 2015 года он возглавил корпоративный офис и отвечал за запуск новых проектов в группе компании PDC «Фондовый рынок», «Клиринговая компания», «Банк» в качестве директора по корпоративному развитию и новым проектам. В декабре 2017 года он присоединился к команде Curex в качестве директора по корпоративному управлению. Маркел глубоко специализируется в области биржевых рынков, кредитных организаций, финансовых учреждений, услуг P2P и B2P. За свою профессиональную карьеру в области корпоративного управления и развития он поддержал ряд сделок M&A и IPO, стоимость которых превысила 7 миллиардов долларов. Во время своей работы в московских биржах и компаниях PTC группы «Маркел» оказывали юридическую поддержку новым финансовым, также биржевым продуктам и новым проектам, инвестиционной системы «Восход» и «Криптовогохов». Кирилл Готовцев Самый старый профессионал рекламы в российском интернете. В течение 25 лет Кирилл занимается связью сотен компаний. Его список клиентов включает не только высокотехнологические финансовые стартапы, но и крупные консервативные проекты. Последние два года Кирилл консультируется с более чем шести криптопроектами. Он является начальником отдела маркетинга в Curex. Юрий Панов Юрий возглавляет стратегическое планирование в BVDO Russia Group, представительство в СНГ крупнейшего в мире и наиболее награжденного рекламного агентства. Он работает в индустрии брендинга и рекламы с 2007 года. За это время он разработал эффективные стратегии для ведущих российских брендов «ФМЦГ», «Пепси Ко», «Марс», «Телекоммуникациях», «Вион», «МТС», «Розничные торговли», «Айкеа», «Х5 Ритейл Групп», «Финансах», «ВТБ», «Согласие» и других категорий. Юрий является преподавателем и членом жюри Академии «Вордшоп», лучшей в мире рекламной школой в 2017 году. Перейдем к советникам. Дмитрий Лавров, менеджер активов. Дмитрий – профессиональный трейдер, технический аналитик и управляющий деньгами с 10-летним опытом торговли. Основными покрытыми рынками являются Forex, Commodity, Cryptocurrency. Обеспечивает личное образование для тех, кто заинтересован в прибыльной торговле. Записи в топ-10 среди автора TradingView. Хосе Луис Корлоло, советник по торговым услугам. Хосе является основателем и президентом Sampion Adventure Partners, консалтинговой фирмы с глубоким опытом работы на разных уровнях стек и технологий, от торговых приложений и платформ, базовой инфраструктуры в службах данных рынка, управления данными и выполнения заказов. Ранее он был управляющим директором NISA Euronext и Intercontinental Exchange, отвечающим за общую бизнес-стратегию службы управления данными DMS и консультационные услуги в рамках функции Global Market Data NIS Euronext. До этого он был начальником отдела маркетинговых данных в Texton Associates LLC и ранее с Дональдсоном, Люфином и Дженратом. Стас Оскин, помощник блокировки. Стас возглавляет технологическую стратегию «Партнерские усилия» для фонда Wings некоммерческого сектора Шверцаеви, ориентированного на децентрализованные системы финансирования и управления. Стас имеет более чем 15-летнюю подработку в области разработки, разработки и управления программным обеспечением, облачными сервисами, здравоохранением, потоковой видеосъемкой, блочной цепью, социальными продуктами и услугами. Стас описывает себя как предпринимателя, энтузиаста, крипто и хакера жизни. Вильгейм Беллер, консультант по институциональным отношениям. В 20-летний опыт работы в сфере инвестиционно-банковских услуг, финтех и недвижимости. Последние три года инвестирует и торгует криптовалютами. Работал на Уолл-стрит в течение 10 лет в торгово-инвестиционном банке. Стивен привлек более 1 миллиарда долларов на финансирование своих клиентов, начиная от малых и средних компаний. С CGC Стефан наблюдает за повседневной деятельностью фонда от анализа инвестиций до разговоров с лицами с высоким уровнем собственного капитала и семейными офисами член Йельского клуба Нью-Йорка. Вильгельм Беллер Вильгельм имеет 20-летний опыт работы в сфере финансов, занимая различные руководящие должности в Лондоне, Франкфурте и Москве. Он возглавлял отделы торговли акциями и деривативами для крупных инвестиционных банков, включая такие имена как Citigroup, Unicredit и CIB Сбербанка. Его географическая торговля сосредоточена на развивающихся странах, таких как Ближний Восток, Африка, страны ЦБЕ и ранее Западная Европа. С момента выхода из инвестиционно-банковского мира он очень активно участвовал в криптовалютных рынках, управлял управляемыми со счетами и предоставлял SEO консультационные услуги клиентам и корпорациям. Алексей Трошин, финансовый совместник B2IT. Алексей имеет более 13 лет управления разработкой программного обеспечения, прямой практический опыт в высоконагруженных B2B решениях, в банковском деле и, наконец, позиции на уровне C в большой финансовой корпорации. Все это дает уникальную базу знаний для обеспечения высокой производительности, загрузки и сохранения для гибридного обмена системы. Дарья Петровская, консультант B2IT Exchange. Дарья стала директором крупных бизнес-групп и разработчиков в секторах банковского, торгового и биржевого секторов после роста от старшего разработчика СВ. До 20 лет от личной эволюции этот опыт сочетала уникальную смесь основных знаний и широких деловых и коммерческих областей, чтобы поднять немало основных продуктов, в том числе фондовые системы. Конечной целью является автоматизация брокерских услуг и улучшений связанных продуктов. Брайан Конради, юридический консультант Среди других проектов Брайан консультировал компанию электронной коммерции «Купик Купон» в качестве своего международного генерального адвоката в 2011 году. Представляя клиентов на рынках США и России, он основал юридическую фирму «Бутика» «Кири Пиар», «Сио» и «Контент Маркетинга». Он энтузиаст криптовалюты, который уже несколько лет торгует на рынках. Ори был задействован за кулисами в бесчисленном числе успешных предприятий по маркетингу и развитию бизнеса. Также консультировал многие организаторы и блокирующие стартапы в 2017 году. Ори участвовал на ранних этапах ряда крупных ICO и на сегодняшний день является катализатором инвестиций в миллионы долларов. Партнеры. С этим и Qurex тоже все в порядке. Партнеры к платформе записались. QIC Ledger, Bancor, Wingsbox Starter и другие. СМИ и Qurex. Задумка проекта и находчивость разработчиков нашла отклик в сердца многих криптоэнтузиастов, в том числе и про площадку написали крупные зарубежные ресурсы. Ну что ж, я надеюсь вам понравился мой обзор. Жду ваших комментариев. В общем-то в комментариях. Если остались у вас какие-то вопросы по поводу команды, обязательно их задавайте. В следующем видео покажу white paper данного проекта. Также вы можете найти данных людей в социальных сетях. Под текстом есть ссылки. Всем спасибо. Всем пока.